Продолжение следует... Но это не означает, что его нельзя приготовить в любое другое время года, ведь готовится он очень легко и просто, при этом все ингредиенты максимально доступны и сам торт получается очень доступным по цене. Берем 250 граммов пшеничной муки. Для баланса вкусов, как всегда, добавляем немного соли, буквально щепотку. К муке добавляем 60 граммов сахара, 120 граммов мягкого сливочного масла. Эту массу нужно перетереть в однородную крошку. Можно это сделать при помощи вилки. Когда уже нет больших кусков масла и все масло покрылось мукой, можно дальше уже работать руками. Вот, посмотрите, получилась такая крошка, которая очень ароматно пахнет. Пересыпаем крошку в сковородку. Никуда не отходим, постоянно перемешиваем и обжариваем крошку до румяного состояния. Если появляются комки, то берем и лопаточкой, обязательно их разбиваем, чтобы крошка у нас была мелкая. И вот, смотрите, буквально через 5-6 минут получается вот такая очень ароматная румяная крошка. Но никуда не отходите, регулируйте нагрев, чтобы у вас ничего не подгорело, а просто вот так вот зарумянилось. Сразу же пересыпаем крошку в отдельную миску, чтобы она у нас от теплоты сковороды не подгорела. Как видите, коржи у нас просто молниеносно готовы. И теперь давайте подготовим форму, потому что дальше процесс будет еще быстрее. У меня вот такая вот форма диаметром 20 см. Дно формы выстилаем пергаментом. Края формы смажем тонким слоем растительного масла, чтобы пергамент прилип к ним. Форму подготовили, займемся кремом. Два крупных яйца разбиваем в ковш. Добавляем 1 столовую ложку с горкой крахмала. Перемешиваем яйца с крахмалом до однородного состояния. Добавляем 120 граммов сахара. 500 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%. И перемешиваем. Ставим крем на огонь и постоянно помешивая, никуда не отходим, доводим до кипения и загустения. Как только вы увидели первые пузыри кипения, провариваем еще 30 секунд и снимаем с огня. Пока крем горячий, добавляем сюда 50 граммов мягкого сливочного масла. Также добавляем 20 граммов ванильного сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Для посыпки торта сверху откладываем 4 столовые ложки крошки. Оставшуюся крошку разделяем на 4 равные части значком BMW, как меня научили зрители. Выкладываем одну часть крошки в форму. Разравниваем крошку по форме. Сверху выкладываем 1 четвертую часть крема. Делаем это все, пока крем еще горячий, тогда его проще распределить. Разравняли крем и снова выкладываем крошку. Снова выкладываем крем. Снова крошка. Снова крем. Нужно, чтобы крем пристал к ободку, тогда его проще распределить. Еще один слой крошки. И последняя часть крема. Крем делается просто молниеносно, но вот загвоздочка в том, что нужно аккуратненько распределить крем. Но я думаю, что у вас получится. Вот туда по краям сначала распределяйте, и лучше лопаточкой вот так вот к центру. И все получается. Посыпаем сверху крошкой. Чтобы торт не заветривался и не впитывал лишние запахи, накрываем его сверху пищевой пленкой. Оставим торт до полного остывания при комнатной температуре, а потом ставим в холодильник приблизительно на 6 часов, чтобы он хорошо у нас стабилизировался и держал форму. Торт уже хорошо держит форму. Он провел в холодильнике достаточное время, и будем доставать его из формы. Пахнет уже очень-очень ароматно. Теперь снимаем пергамент. Перекладываем торт на блюдо для подачи. Отрезаем кусочек. И теперь обязательно нужно немножко попробовать, а можно и немножко. Пахнет очень вкусно. Очень вкусный торт, очень. Вот эта крошка, она пропитывается кремом, становится мягкой. При этом она такая ароматная, поджаренная. Крем с легкой кислинкой. Очень вкусный торт, и при этом он делается очень легко, быстро и просто. Очень простой и быстрый рецепт. Интересные выпечки с яблоками без духовки. Для начала берем 2 яблока. Каждую часть разрезаем еще на 3. На сковородку выкладываем маленький кусочек сливочного масла. Сюда же перекладываем яблоки. Добавляем 1 столовую ложку сахара. Также, дорогие мои зрители, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И если вам понравилось видео, не забывайте его лайкнуть, а также поделиться со своими друзьями, родственниками и близкими. Одна чайная ложка корицы. И также нам понадобится где-то 1 столовая ложка лимонного сока. Когда я разрезаю лимон, чтобы он не подсыхал, я его храню вот так вот, при помощи зубочистки здесь вот фиксирую. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Перемешиваем. Делаем маленький огонь и даем яблокам протушиться где-то минут 5-7, пока мы будем делать тесто. Для теста берем 1 яйцо, щепотку соли, 40 граммов обычного сахара, 10 граммов ванильного сахара. Перемешиваем венчиком. Добавляем 180 граммов сметаны или йогурта. Перемешаем. Сметана или йогурт, а также яйцо должны быть комнатной температуры. Добавляем сюда 120 граммов муки. И половину чайной ложки разрыхлителя. Выливаем тесто на яблоки. Накрываем сковородку крышкой, делаем минимальный нагрев и будем выпекать приблизительно 15 минут. Если на крышке будет образовываться конденсат, то его вытираем полотенчиком бумажным. На нашем канале уже есть 2 рецепта выпечки на сковороде. Это бесподобный абрикосовый пирог и также хлеб на сковороде. Я оставлю ссылки в описании под видео и также они здесь будут где-то на экране. Обязательно переходите, смотрите, рецепты очень достойные. Теперь я вытру конденсат из крышки. Когда на поверхности уже нет сырого теста, накрываем пергаментом. Вот такая вот красота получилась. Накрываем крышкой и будем еще где-то 5 минут выпекать. При выпекании, конечно же, ориентируемся на свою плиту. Может понадобиться чуть больше времени или наоборот чуть меньше. Все также зависит от нагрева. Теперь будем снимать пирог. Добавляем пирог. Ну что ж, давайте пробовать. Очень вкусно. Особенно вкусные яблочки. Они такие мягенькие, мягенькие, со вкусом корицы. Сладенькие, слегка и слегка кисловатые. И вообще они чем-то похожи на мармелад. Я уже съела кусочек, чтобы хорошо распробовать. Тесто, оно такое очень сочное, влажное, нежное. Не пористое и не воздушное. Но вот вместе с яблочками получилось очень вкусно. Вот то, что нужно. Такой, знаете, большой, не знаю, оладь с яблоками. Очень интересная идея. Вкусно, просто и очень быстро. Дорогие зрители, сегодня я хочу приготовить домашний хлеб на сковороде без духовки. Берем 300 мл горячей воды. Добавляем 4 столовые ложки муки и перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки сахара. Даем остыть до теплого состояния, потому что дрожжи не любят горячие, они могут умереть. Добавляем 17 г живых дрожжей, это приблизительно 6 г сухих. Перемешать, пока дрожжи растворятся, и оставить на 5 минут. Масса начала пениться, это означает, что дрожжи активны. Соли. Добавляем оставшуюся муку, всего было 400 г муки. Замешиваем мягкое тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на час в теплом месте. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Как чудесно подошло тесто. Смазываем руки и поверхность растительным маслом. Округляем теперь тесто. Хорошо смазываем сковородку. Хорошо смазываем сковородку. Перекладываем тесто в сковородку растительным маслом. Перекладываем тесто в сковородку. Вверх хлеба хорошенько смазываем растительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на полчаса. Если у вас есть крышка, то можно использовать крышку для того, чтобы выпекать хлеб на сковороде. У меня крышки нет, поэтому я использую вот такой вот кусочек фольги. И чтобы она не прилипла, ее нужно смазать растительным маслом. Делаем минимальный нагрев. Снимаем пищевую пленку. Накрываем фольгой или крышкой. Ставим на огонь. Выпекаем на минимальном огне приблизительно 25 минут. Посмотрите, как хорошо хлеб подрос. За 25 минут диаметр сковороды у меня 24 см. Можно брать 26 см. Тогда он будет чуть пониже. Переворачиваем и выпекаем еще 20-25 минут. Хлеб готов, даем ему остыть. Слышите? Такой он с этой стороны, здесь вот от бортика сковородки мне не удалось хорошо перевернуть. И вот такой вот с этой, вот такая вот поляныця, можно сказать. Разрезаем. Посмотрите, какая красота получилась у нас. Посмотрите, какой воздушный, чудесный, замечательный хлеб получился. Давайте я попробую. Хлеб очень вкусный, он такой мягенький-мягенький, просто супер. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт, и он вам обязательно, или не обязательно, но пригодится. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok